Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа «Вопрос слушателей Церкви». Здесь, в нашей студии, мы разбираем ваши вопросы, которые вы присылаете к нам сюда. Как обычно, ответ на ваши вопросы нам помогает найти гость нашей студии. Сегодня это служитель Церкви Михаил Долгов. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вопрос, может быть, такой, не знаю, не скромный. Вы считаете себя красивым человеком? Сложный вопрос, на самом деле. То есть, понятие красоты, оно вообще относительно. Ну, вот личность себя, свое субъективное мнение. Мое субъективное мнение, по крайней мере, не безобразно. Вот это достаточно. В целом, вы удовлетворены своей внешностью настолько, чтобы не менять ее? Да, я удовлетворен своей внешностью, чтобы не изменять. А встречали ли вы тех, кто недоволен и всерьез задумывается, или осуществлял какие-то, предпринимал действия, чтобы изменить ее? Не так часто, но иногда приходится встречаться с людьми, которые недовольны своей внешностью. Такое бывает. И, как известно, причин к этому может быть много. И они могут быть субъективными, объективными. Вот давайте рассмотрим, пытаясь найти ответ на сегодняшний вопрос. А вопрос в общем. Современная медицина и косметология позволяют женщине очень многое поменять в своей внешности. Что-то просто скрыть, а что-то и приукрасить. Соответствует ли христианской морали пользование подобными достижениями науки? Если да, то в какой степени, на ваш взгляд? Надо сказать, что вопрос от женщины позволяет женщине, но надо понять, что мужчины тоже входят в этот класс. Можно говорить сразу о всей. Конечно, на сегодняшний день мужчины пользуются пластической хирургией, косметологией и так далее, и прибегают к изменению своей внешности. То есть вопрос касается мужчин, наверное, и женщин. Ну так, с чего даже начать отвечать на этот вопрос? Наверное, откуда берется, может быть, неудовлетворенность вообще своей внешностью? Почему люди решаются на такие вещи? Ну, живет человек. Живет себе, да и живет. Вроде бы все нормально. А пошел, ну человек, скажем, вырос, пошел в школу. До этого жил, все было нормально, начал ходить в школу. И тут ему вдруг сказали, что у него не такие уши. До этого все было хорошо. Уши были хорошие, красивые. Рассказанная проблема. Маме они нравились. Маме, папе, бабочке вообще там идеальные уши были. Но человек пошел в школу, и вот у него оказалось, что не такие уши, у кого-то нос не такой. И вот человек еще маленький, но у него уже складывается представление, что уши у него какие-то не такие. И что он ненормальный. Ну, получается, да. Ему с этим сложно жить. Вот он живет, живет, растет, человек вырастает взрослым. А понятие того, что уши не такие, у него осталось с детства еще. Что делает человек? А жить хочется так, чтобы уши были хорошие. Чтобы они нравились другим. Чтобы они нравились другим. Ему-то, может, они и нормальные. Они ему жить-то не мешают, в принципе, чисто физически. Они слышат. Только лучше еще дальше. Да, может быть. И человек прибегает к пластической хирургии. Чтобы, наверное, все-таки не то, чтобы уши стали лучше, а чтобы снять комплекс, который у него сложился с детства, по поводу его ушей. Вот одна из причин, наверное, все-таки, это комплекс, который складывается у человека с детства, который ему навязали, о котором ему сказали, кому-то они однажды не понравились, и все. И у человека проблема на всю жизнь, пока он не сделал пластическое. Это его личная проблема, субъективная. Или это объективная необходимость делать такую операцию? Ну, чаще всего, если это комплекс, то, скорее всего, это все-таки его субъективное восприятие данного вопроса. Он как-то вот так реагировал на эти усмешки, не мог противостать, да? Но бывает, комплексы у человека доходят даже до того, что это мешает ему создать семью, устроиться на работу, на нормальную, на хорошую, которую ему хотелось бы иметь. То есть не уши мешают ему? Нет, не уши. А его мнение о самом себе теперь, затюканность? Далеко не уши, уши здесь ни при чем. Человек после школы не желает поступать в институт, не желает вообще, скажем так, идти в общество. Он закрывается. Комплексуя по поводу своих, в принципе, нормальных ушей. Нормальных в том плане, что они нормально функционируют, все хорошо, но они мне не понравились именно потому, что кто-то сказал об этом. И он комплексует теперь. И существует такое сегодня понятие, как пластическая хирургия. Если мы сегодня говорим об этом, то человек ищет способы, как решить проблему, опять же, не ушей, а комплекса своего, которые у него сложились в детстве. Именно комплексы. Именно. Вот в данном случае все-таки. Я однажды слышал такую фразу, что большинству людей, которым что-то не нравится во внешности, нужен не косметолог, а психотерапевт. В большинстве случаев все-таки, да. И, может, помните, был такой советский старый черно-белый, наверное, еще фильм. По-моему, «Дети Дон Кихота» он вроде бы назывался. Там Анатолий Попанов главную роль играет. Так там пришел мужчина, который требовал вернуть ему уши, его лопоухие уши, потому что он... Теперь над ним все смеются, что они у него стали нормальные. Он сам себя не узнает там в зеркале. Бывает, видите, какая-то обратная сторона медали, да? Человек разочарован. То есть его привыкли воспринимать таким, ему сделали уши, какие он хотел, и нужно вернуть, да. Ну вот возьмем вот сейчас эту ситуацию. Бывают ситуации и менее оправданные, может быть, и более, мы можем тоже их рассмотреть. Вот в этой ситуации соответствует ли христианской морали пользование подобными достижениями науки? Это же несложная операция. Подрезали там хрящ, что-то, ну несложно. Делали в советские времена. И как здесь быть? Ведь есть другая позиция. Тебе дал такие уши Бог. Смирись. Не лезь туда, не трожь и живи так. Что-то не делал, не надо так. Ну, Слово Божие, конечно же, по поводу пластической хирургии нам ничего не говорит. Ее, в принципе, наверное, не существовало на тот момент. И также Слово Божие нам ничего не говорит о том, что грех что-то менять в своей внешности. Как о принципе. Ну, может быть, не было возможности, не говорили о грехе. Да, не было таких ситуаций. Никто не писал о запрете играть в компьютерные игры по ночам. Не было проблем. Да, но ведь те же компьютерные игры, та же пластическая хирургия в принципе становятся когда грехом? Когда это становится у человека навязчивой идеей? Когда человеку это мешает жить? Зависимость возникает. То есть возникает зависимость. То есть если я вмешался в то, чтобы поправить свои уши, с которых мы начали, да, то здесь все-таки вопрос, это не грех. То есть Библия не осуждает в данный момент. Исправление того, что мне дано. Есть ведь такая точка зрения, что Бог определяет во многом. Скажем так, Бог дает какую-то базу, на которую уже человек, конечно, там строит свою жизнь. Но уж если есть исходные предпосылки, то не надо уже это менять. Родителей дает Бог какое-то положение. Но в данном случае, когда мы говорим о комплексе, если этот человеку так мешает жить, и он понимает, что он будет очень счастлив, когда у него изменится форма ушей его, и он хочет быть счастливым, и Библия это конкретно не запрещает, ну пусть человек сделает необходимую операцию пластическую по изменению формы ушей. Может быть, кому-то форма носа не нравится. Опять же, если это связано с комплексом. Так, а вот вы просто как христианин не осудили бы, скажем так, позволили бы человеку, если бы он спросил вашего совета. Сказали бы, что это не грех. Я не осудил бы, скажем так. Было бы более правильно. Это вообще не наше дело осуждать. То есть, да, не наше дело осуждать, не наше дело даже давать какие-то указания прямые. Запрещать. Делай, не делай, запрещать. Вот у вашего ребенка были бы такие уши. Ребенку, допустим, уже лет 15. Вы бы не стали отговаривать. Я сказал бы, что это не проблема. То есть, для окружающих его людей, для его родителей, для него это тоже не проблема. То есть, главное, чтобы он хорошо слышал. Но если ему это мешать будет жить в дальнейшем, будет мешать им создать семью именно из его комплекса. Не потому, что там сильно некрасиво уж. Но это внутри него охотится этот комплекс. И дабы освободиться от этого комплекса. И может быть, там уже никакие психологи не помогают. Вот человек настаивает. Сделал операцию, все будет хорошо у меня в жизни. Буду сейчас. Но позволить человеку, пусть сделает. Не мешать, по крайней мере. Не мешать. Может быть, даже совершите ошибку, если вдруг так получится. Если это будет ошибка, это будет его ошибка. Вся ключ, она не фатальна. Он же не пол поменяет, а просто подправит. А смене пола – это другая тема. Это совершенно. Мы даже ее не берем. Да, мы ее не будем затрагивать сегодня. Но все-таки я считаю, как христианин, как служитель, что здесь не нужно запрещать, что здесь не нужно говорить, что это грех. Но в то же самое время нужно помочь человеку понять, что не в этом смысл жизни, в принципе, заключается. Не в том, чтобы изменять постоянно свою внешность. Хорошо бы это написал Пустол Павел. Все мне позволительно, но не все содействует к благу. И ничто не должно обладать мною, то есть в зависимости от этого. Но все-таки предпочтительным вариантом было бы умение человека принять себя, это было бы, скажем так, проявление силы. И умение не только принять себя, а вот уметь настроить к себе положительно окружение, коллектив, быть раскованным человеком. Я бы сказал, даже так, великим благом и добром было бы для самого человека воспринять себя таким, какой он есть. Это если касается комплексов. И когда человек сам себя любит таким, какой он есть, он себя нормально воспринимает, у него не складывается проблем в общении с людьми, в общении с одноклассниками, однокурсниками, у него не складывается проблем с противоположным полом. Если он сам себя любит и нормально к себе относится, воспринимает себя таким, какой он родился. Вот вы встречали людей, я просто помню, бывает человек, но внешность его совершенно не привлекательная. У него и уши не прались, но человек, может быть, каким-нибудь министром, директором, за ним идут люди, его любят, просто душа компании. Никаких проблем он не испытывает ни с ушами, ни с носом, ни с чем-то еще. Знаете, Бог ценит все-таки в человеке красоту его души, красоту сердца, то, что у него находится внутри, прежде всего. Мы, люди, привыкли, конечно, смотреть на внешность. Но когда ты видишь человека, который, как мы вот сказали, несколько, может быть, невзрачный, не сильно красивый, может быть, но за ним идут люди. Он любит себя, он любит людей. Что интересно, с созданием семьи у этих людей нет никаких проблем. Масса случаев, когда человек внешне некрасивый, может быть, да, выходит замуж или женится на красивом человеке, или за красивого человека выходит замуж. Создается прекрасная семья, и никаких нет проблем абсолютно. То есть, здесь важен момент, как я воспринимаю в данном случае сам себя, как я смотрю на этот вопрос, как на проблему, или как на мою особенность, которая не мешает никому, и мне тоже. Это во многом зависит от того, как его воспитывали. Если родители, хорошо его личность в нем, да, вот этот стержень воспитали. Хорошо, это мы взяли один вариант, но другой есть вариант. Ваш ребенок родился с серьезным дефектом. С серьезным. Я имею в виду уже, что там, это может быть отсутствие уха, отсутствие носа, бывает очень серьезные. Какое-то вот здесь что-то неправильное строение в этом случае. Но есть медицинские показания. Да, есть медицинская рекомендация. О чем вы сейчас говорите. И по медицинским показаниям мы должны слушать все-таки врачей, когда нам врачи говорят, да, что это будет мешать тебе жить. На уровне уже физиологии. То есть кривой нос будет мешать тебе дышать в жизни, да, у тебя будет нарушена функция, там, из-за этой функции работы сердца, там, кровоснабжение и так далее. С учетом того, что просто у тебя кривой нос, казалось бы, да, но неправильное дыхание, неправильная работа сердца в результате, в результате нездоровый организм. Мы должны прислушиваться к медицине, к врачам. Если человек родился с серьезным дефектом, который действительно по медицинским показаниям нужно исправлять, церковь не должна быть против медицины. И поэтому, конечно же, в этом случае, я думаю, что стоит... Если медицина не вредит человеку, а то всякое бывает. Ну, всякое бывает. Слуги иногда предлагаются неполезны для человека, и мы, кстати, позже можем это рассмотреть. Итак, здесь вы считаете, однозначно нормально воспользоваться помощью достижений науки и думать, что мне дано это для смирения. Как многие считают, Бог дал мне для смирения. Уродство. Я прославлю Бога этим. Кто-то говорит напротив, что я прославлю Бога с тем, что я решусь и исправлю. Второй вариант – это травма. Человек может получить там ожог и так далее. Как родитель, вы бы, видимо, поступили так же. Конечно. Хорошо. Есть еще атмосфера, когда, возможно, косметология и работает на полных оборотах. У человека все нормально. В общем, на ним никто не смеется. Да и, собственно, по большому счету, он сам не считает себя уродом. Но есть возможность, и финансы позволяют что-то улучшить. Сделать какое-то такое, знаете, обновление, какой-то дизайн какой-то. Бог дал и так неплохой дизайн лица. Нужно что-то добавить. Но есть возможность. Как правило, это выливается в увеличение чего-либо. А тут все тело мы уже имеем в виду. Вот еще один вариант. Ну, а здесь тогда есть такое понятие, что мы должны смотреть уже здесь на пластическую хирургию. На косметологию сегодня она еще используется и как бизнес все-таки у людей. Способ зарабатывания денег. И есть люди, которые готовы отдавать пластическую хирургию свои деньги, которые у них, может быть, есть в достатке. Мне их, допустим, очень много. И мне все равно, что они на этом зарабатывают. Мне предлагают, ты можешь измениться. А здесь уже мы должны понимать, что у человека это не потребность. Нет. Желание. Это не комплекс. Просто я так захотел. И у меня есть вопрос. Я родился нормальным, но я почему-то недоволен своей внешностью. Хотя объективно и субъективно я нормальный, я красивый. Я доволен, но я благодаря своим выдающимся изменениям смогу достичь большего. Я найду себе какую-то работу особую, буду более популярен. Что движет человека? И в результате человек начинает изменять, изменять, изменять себя. Да, можно так увлечься. Типичный пример Майкл Джексон, который совершенно как будто бы поменял свою расовую принадлежность. Великое приобретение, сказал апостол Павел, быть благочестивым и довольным. Все, что дает нам Господь. Хороший текст к месту. Все, что дает нам Господь. Поэтому, если человек недоволен, что он родился вот таким, а постоянно пытается себя изменить. Как вы привели пример Майкла Джексон, темнокожий. Хочу быть белым. При том, что как бы все нормально мы имеем, да? Есть человек недоволен и есть причина этому недовольства. Уродство, еще что-то, врожденные дефекты. И есть все нормально. И вот человек, хочу быть белым, да, говоря Майкл Джексон. И там более двух десятков операций было произведено. И в результате мы знаем, что человека сейчас нет. Ну, мы сейчас не будем судить, почему и как это произошло. Мы понимаем, что большое количество операций, произведенных под общим наркозом, на человека не действует благотворно. А наоборот, негативно, отрицательно. Каждый общий наркоз, тем более, если он сделан не по нужде, скажем так, да, именно, что в этом не было нужды, необходимости, а человек все равно ложится под нож, дабы угодить своей прихоти. Это уже прихоть получается. Но Слово Божие говорит, что мы не должны угождать своим прихоти. А прихоть человека, она может заключаться в чем угодно. Сегодня мне не понравился мой нос, завтра мне не понравились уши, которые, в принципе, хорошей формы, вообще не создавали мне комплекса никакого абсолютно. А послезавтра мода на уши поменялась. Мода поменялась, и нужно опять вернуть те, которые у меня были. И в результате, получается, человек чем занимается? Не тем, к чему его вообще призывает Господь. Потому что Бог смотрит, Он говорит, я смотрю на сердце человека. Бог предназначил человека для одного. Для того, чтобы он жил, для того, чтобы нормально создавал семью, для того, чтобы выстраивал отношения с Богом, с людьми. А человек всю свою жизнь и силу посвящает чему? Изменению своей внешности. Ну, попросту говоря, человек угожидает в своей прихоти и эгоизму. Вот он ведом своим эгоизмом. Да, Бог говорит. Становится своеобразным творцом самого себя, ставя себя на это место. Ну, можно и сделать. Итак, есть разные ситуации, есть разные мотивы. Можно исправлять последствия травмы, можно удалять ребра ради просто того, что я хочу казаться еще худее. Это совершенно разные причины. Спасибо большое за ваш ответ. Друзья, спасибо и вам, и за ваши вопросы, и за ваше внимание. Программа «Вопрос. Слушателю церкви» была вместе с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова